В общем, сейчас мои эти сыновья Прекрасные жены у них Я как-нибудь расскажу, как они поженились Тоже такое чудо было, интересно Я хочу, чтобы ваша девушка были с дочерьями Я думаю, что это не с дочерьями Даже когда у нас девочки говорят «свикров», они говорят «нет, не свикров, мама» Вы знаете, любовь расплавляет всякое зло Спасибо Иисусу за то, что принес нашу жизнь эту любовь Спасибо Иисусу за то, что эта любовь в нашу жизнь Давайте прочитаем Марка 11.23.25 Имеете веру Божью, ибо истина говорю вам Если кто скажет «Горесий, поднимись вверх, не смотри» И не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет Потому что я говорю вам Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам И когда стоите на молитве, прощайте Если что, имейте на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши Поэтому, если Горесий, на то время я не знала, что надо Горесий говорить Сдвинься вверх, не смотри, если я не говорила, что мой муж хороший Что мои дети прекрасные, умные Сегодня бы эта гора может еще стояла И вы знаете, вот всегда я стараюсь и сейчас Ставлю всегда выше себя, потому что Бог благословение на него изливает От него ко мне идет, от меня к детям идет Если мы меняем приоритет, если я становлюсь выше его, я закрываю все благословение нашей семьи И сегодня, знаете, моего мужа на работе называют пророком А во дворе соседи и в Казахстане здесь говорят, он у тебя святой Это два разных человека И он мне всегда говорит, моя дорогая, ты корона на моей голове А раньше ужасные слова говорила, не хочу к ним возвращаться Драгоценные сестры, не впадайте в панику, когда какая-то проблема напугает вас Ва, азиз бачилар, сиз тэшвиша дышмин, хакан ким, хансы-бир проблем Узеринзе гелир, горхозур сиза Научитесь доверять Богу, в большой проблеме он покажет большую силу Ва, танрэ итибар элэмэ, ойрэнен, бэй проблемдэ танрэ, бэй гюджу ню горсэдэр В Бытие 22.7.8, когда Авраам вёл Исаака на жертву, я думаю, что это не была маленькой для него проблемой Согласитесь со мной? Кто скажет, что это не проблема? Это была большая проблема, потому что никто сегодня не отдаст своего сына и дочку в жертву Для него была это большая проблема Но когда Исаак спросил, говорит, где жертву, он сказал, Бог усмотрит И сегодня, когда мои дети, мой муж приходит, говорит, проблема большая Я говорю, Бог усмотрит Я говорю, все будет хорошо Не паникуйте, не говорите негатив Говорите только позитив И стойте до конца Увидите победу Ва, гелэбэни грэцэкссинь Однажды, когда я прочитала эти жизни нисмерти властич языка Я думаю, все, с этих кур будут только говорить отлично. Финансом не буду возвращаться, и денег не было. Потому что когда спрашивали, как дела, я говорила, ничего. Поэтому было в жизни ничего хорошего. И однажды летом у меня муж заболел, 41 температура. Два месяца назад мы купили новую машину. Мы ее ставили везде, всегда около дома. И у нас украли эту машину. Мне звонит моя тетя и спрашивает. Здравствуйте, Салтанат, как дела? Я говорю, слава богу, отлично. Вы знаете, она говорит, как отлично, я слышала, что у вас машину украли. Я говорю, дьявол украл, бог пять даст. Через год у нас было пять машин. Берем 11.1. Ибраин 11.1. Вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это, когда ты не смотришь на свои обстоятельства. Это, когда ты не смотришь на свои обстоятельства. Не смотри на кризис своих финансов. На своего больного ближнего. Когда молишься, просишь что-то. Верь, исповедуй, ожидай, что получишь. Ты не смотришь на свои обстоятельства, что ты не смотришь на свои обстоятельства. После молитвы, может быть, обстоятельства еще хуже. Не опускай руки. Продолжай верить, ожидать, исповедовать свою нужду. Хорошие слова. Тогда я вас уверяю, что получите победу. Если допустите сомнения, начнете тонуть, как Петр. И мы садим семя. Помолились. И оно же само не растет. Мы ждем. Что-то быстро вырастет. У кого-то быстро придет муж, у кого-то попозже. Но придет. Если мы за этим растением не ухаживаем. Не исповедуем. Не верим. Победу не увидим. Оно зарастет травой и не даст расти. И плод мы не увидим. Я когда молюсь за какую-то... Ну, мне когда я же говорю, как дети придут, ой, у меня проблема. Я говорю, все будет отлично. Бог смотрит. Однажды сын, у него строительная компания здесь. Пришел, смотрю без настроения. Говорю, ты почему без настроения? Я говорю, что делать спать, Бог все смотрит. Я говорю, пошли в тайную комнату вместе. Мы согласимся вместе, молимся. Потом утром сын встает и говорит, мама, представляешь, ночью позвонили, это должно быть оборудование с Италии послать? Должны были. Ночью позвонили, сказали, с Эмиратов отправят. Через две недели. Их жизнь, и говорят, два месяца, они свера будут отправиться из Версуг. Как вы хотите жить, как вы хотите видеть себя, говорить о своем жизни. Вы хотите жить, вы хотите увидеть себя? Субтитры создавал DimaTorzok